Итак, продолжаем наши уроки касательно некоторых болезней общественной жизни мусульман. Одна из таких болезней – это сосредоточение всех стараний и мыслей нас в личной выгоде. То есть от того, что люди не думают о выгоде ислама, общего ислама или мусульман, а лично о себе только в основном. Беспокоятся очень многие проблемы из этого. Итак, Байдю Заман Саидин Руси Ради Аллаху пишет. С сожалением и печалью скажу вам, что некоторые иностранцы взяли у нас ценное достояние и отчизну. И взамен этого дали нам какой-то испорченный товар, то есть такие ценные вещи берут из исламского мира, а взамен какой-то испорченный товар дают. Точно так же они переняли от нас и нашу высокую мораль, а также часть наших прекрасных нравов, касающихся общественной жизни. И возникающих благодаря той возвышенной морали, дабы сделать их средством для своего развития. В качестве же платы за них передали нам свою распущенную мораль и беспутный нрав, свои грехи и так далее. То есть взяли у мусульман какие-то правильные, хорошие уроки. Мусульмане же наоборот от этих неверующих какие-то неправильные мысли переняли. Например, благодаря патриотическому чувству, перенятому у нас, то есть у мусульман, один из них говорит, «Если я умру, то пусть мой народ благодействует, ибо в существовании моего народа будет продолжаться моя жизнь». Так вот, это выражение они взяли у нас, и оно же является твердым основанием для их прогресса. У нас его украли. Эти слова исходят от истинной религии и истинной веры. И они являются нашим достоянием и имуществом верующих людей. Как, например, каждое качество неверующего не исходит от неверия, так и каждое качество верующего человека не исходит от веры. То есть смотришь иногда, допустим, то, что должно быть у верующего человека какое-то качество, то есть такое, например, переживание за других, за общее дело, за ислам, нету, перенял у неверующих такое, о себе только думать как бы. А, например, некоторые неверующие, смотришь, они переняли у верующих людей такие хорошие качества, и за счет этих хороших качеств переживают за свою нацию, за свой народ, за свое государство, получают успех. Между тем, как по причине непристойного и скверного характера, проникшего к нам, то есть в ислам, со стороны иностранцев, какой-нибудь эгоист среди нас говорит, если я умру от жажды, то пусть больше нигде в мире не прольется дождь. Если я не буду счастлив, то пусть весь мир попадет пропадом. Подобные бредовые излечения исходят от неверия и незнания потустороннего мира. Основная, конечно, проблема исламского мира – это слабость имана. Ослабление именно истины имана, и все остальные проблемы от этого исходят. И от таких вот перенятий неправильных понятий от людей неверия. Такие мысли проникли к нам извне и отравляют нас. Также, благодаря национальной идее, приобретенной иностранцами у нас, одна личность обретает значимость и ценность целой нации. Так как ценность индивидуума определяется степенью его усердия. То есть, ради чего человек старается, ради чего он думает, если он ради Всевышнего старается, ради вечного мира, ради мусульман ислама, он становится ценным. Если человек только о себе думает, то ограниченность становится, его ценность уже уменьшается. Чье усердие направлено на благо нации, тот в одиночку уже становится целой нацией. То есть, а нация ислама какая – это ислам. То есть, именно верующие люди – это ислам, это вся как одна большая нация. По причине неосмотрительности некоторых из нас, ввиду вредоносных и наземных нравов, приобретенных нами, несмотря на нашу мощную и священную нацию ислама, из-за того, что каждый произнося «мой нафс», «мой нафс», то есть, думает только о себе, думает о личной выгоде, а не об интересах народа, значимость тысячи человек опускается до степени одного. То есть, не является человеком тот, чье усердие ограничено лишь заботой о себе, ибо человек по природе, по своему естеству является существом общественным, и он обязан проявлять внимание к другим представителям рода человеческого. То есть, например, что пророк в хадисе говорит – «лучший из людей тот, кто приносит им пользу». А какая польза? В первую очередь, для вечной жизни, конечно, для вечной жизни людей. Его личная жизнь, то есть, по человеку, продолжает существовать вместе с жизнью общества. К примеру, можете сравнить, в скольких руках он нуждается, дабы получить одну буханку хлеба. То есть, он сам же это все не делает, не сажает пшеницу, не выращивает. Помощь нуждается других. И сколько рук он должен, образно говоря, поцеловать в ответ на это, то есть, как проявить благодарность. Или же со сколькими фабриками он связан под средством своей одежды. И поскольку человек не может выжить благодаря одной лишь шкуре, подобно животному, и так как по природе он связан с другими людьми по своему естеству, и вынужден давать им духовную плату, то по естеству свой он является существом общественным. Тот, кто ограничивает свой взгляд на личном интересе, тот теряет свою человечность и становится преступным животным, не имеющим никакого оправдания. Если он действительно не в состоянии чего-либо сделать, и у него на самом деле имеется уважительная причина, то для него это может быть исключением. То есть, допустим, человек действительно не может ничего поделать, пускай какая-то проблема какая-то есть, или кому-то помочь, не может он, нет возможностей. Тогда с него спроса нет, конечно же. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok